Девчонки, всем большой привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о своих покупках. Это будет немножко такое сумбурное видео, потому что половина покупок мне с Лондона подруга привезла, что я у нее заказывала и платила ей за это. Половина покупок где-то я там с Арифлейма заказала себе две тональные основы. И половина покупок у меня было приобретено мной самой и Жене с паром. Поэтому сейчас я, наверное, разделю видео так, что сначала я расскажу все, что у меня было для лица. И первое, с чего я хочу начать, это была тональная основа. Мне привезли ее с Лондона, фирма New York Color. Я думаю, что вы ее знаете. Не знаю, на каких сайтах ее можно заказать, но на ebay точно можно. И из трех тональных основ, которые мне подруга купила, мне в цвет попала только одна. Но ничего, буду смешивать их. Значит, первая это New York Color 688 оттенок, medium. Она очень темная, для меня так сейчас точно. Я думаю, что и на камере даже это видно. Но я пробовала ее пару дней, для того, чтобы понять, вообще, подходит ли мне такая текстура, вообще, как она будет сидеть на лице, не будет ли у нее эффекта маски. И она мне очень понравилась. Поэтому, если у вас где-то будет возможность заказать ее на ebay, я думаю, что стоит она довольно дешево. Закажите, попробуйте, потому что, в принципе, она достаточно хороша. Она плотная, она перекроет все покраснения. Ну, за исключением, наверное, таких очень-очень каких-то сильных проблем. Ну, а так, как вы видите, очень-очень плотная. Ну, цвет, конечно, это вообще нужно негром быть, наверное, чтобы такой цвет подошел. Так, следующая тональная основа, которая тоже мне очень жаль, что не попала в цвет. Это была тональная основа от Trimmel. 25 часов, lasting finish. Я не знаю, продается ли у нас такая в Эстонии, но очень хотелось попробовать. Я также пробовала ее, носила несколько часов для того, чтобы понять, как она скатывается, как она держится, не подчеркивает ли она шелушение. И мне безумно понравилась эта тональная основа. Буду искать у нас в Эстонии или заказывать через ebay, потому что очень она, ну, очень она меня порадовала. Тоже достаточно плотная. Вроде как, знаете, когда ее распределяешь, она более-менее адаптируется под тон кожи, но все равно разница шеи будет, это очевидно. Даже на руке это видно. И, не знаю, обязательно хочу найти, потому что очень-очень мне понравилось. Если вы пользуетесь, то расскажите обязательно свое мнение. Тоже очень интересно послушать. И последняя тональная основа, которая мне как раз попала в цвет, это была тональная основа от Miss Sporty, но она мне понравилась, наверное, меньше всего, потому что мне кажется, что она немножко дает такой масочный эффект. Поэтому, не знаю, написано, что она держит 14 часов. Она матирущая и прошла тоже все эти дерматологические тесты с витаминами А, С и Е. В общем, очень-очень круто все. Но я говорю, что понравилась она мне меньше всего, но подошла она мне больше всего. Тоже достаточно плотная для того, чтобы перекрыть какие-то, ну, такие незначительные покраснения. Конечно, я говорю, очень сильные проблемы какие-нибудь, я не знаю, что может быть, дерматит или что-то еще. Это она не перекроет. Но какие-то мелкие прыщики, мелкие покраснения, раздражения она скрывает достаточно хорошо. Ну, вот я говорю, кажется мне, что у нее такой немного масочный эффект есть. Попробую наносить ее влажным спонжиком. Может быть, она сделается более такой легкой. Не пробовала еще, но посмотрю. Следующее, что подруга мне купила, это была прозрачная пудра, тоже от New York Color. Ну, для начала она мне показалась не совсем прозрачной, потому что в баночке она выглядела довольно темной. Но когда я попробовала ее на палец чуть-чуть и распределила, в принципе, она оказалась прозрачной. На лице я попробовала ее один раз. И, в принципе, она держит тональную основу так же, как держит... Какая у меня прозрачная пудра? Блин, забыла какая-то. Ну, так она выглядит. Если ее нанести, да, она становится прозрачной, растушевывается в ноль, она не делает никаких пятен. Хотя я говорю, для начала, когда я увидела, мне казалось, что она будет очень-очень темной. Далее, что привезла мне подруга, это тоже от нее Color было. Это мозаичная пудра. Мне всегда хотелось очень попробовать пудру-мозаику, потому что, ну, выглядит это довольно-таки красиво. Но я нигде не могла найти подходящую фирму, которую бы мне вот хотелось взять, потому что я их рассматривала, и они мне не особо нравились. Но подруга, не знаю, прям угадала. И у нее такой нежно-нежно-розовый оттенок. Я не знаю, будет видно на камере, но действительно, он очень нежно-нежно-розовый. И не смотрится как-то вычурно на лице. Его нужно хорошо растушевать. Он растушевывается практически вот в такой... Ну, у меня же тут рука в тональном крему. Наверное, так не получится в нем растушевать. Но он получается на лице нежно-нежно-розовый. Хотя, я говорю, здесь уже на тональной основе он плохо растушевывается. Я сейчас попробую на другую руку, где нет у меня тональной основы. Да, он совсем-совсем такой нежный, практически незаметный. Очень мне тоже понравилось. Я делала с ним макияж, наносила и в качестве румян, потому что в качестве пудры он, конечно же, не подойдет, потому что достаточно розовый оттенок. Не знаю, почему они пишут, что это пудра, но это никак не меньше, чем румяна. Так, далее, что было приобретено мной самой, это я захотела попробовать тональную основу от Giordani Gold, потому что мне очень нравится. Вот в Reflame, хоть мне косметика сама не нравится, но вот тональная основа, есть две полюбившиеся мне, и поэтому мне нравится тестировать эти тональные основы, чтобы посмотреть, ну, что подойдет, а что нет. Вот это просто отвратительно. Для меня, я не знаю, может быть, кому-то нравится эта серия Giordani Gold, но лично на моем лице это лежит маской, я делала с ней макияж, потом хорошо, что я зашла в ванную и посмотрела на свое лицо. Во-первых, были подчеркнуты все поры, были подчеркнуты все шелушения, выглядело это отвратительно, пришлось мне перекрашиваться. Не понравилась она мне, хотя это мой оттенок, такой, какой я как раз и люблю. Но, к сожалению, не знаю, может быть, дам еще ей шанс, чтобы попробовать ее наносить влажным способом. Ну, если вы посмотрите, она очень-очень плотная, я такие тональные основы не люблю. Возможно, это подойдет для тех, у кого, может быть, очень большие покраснения, очень большие проблемы, но у меня таких сильных проблем нет, хотя кожа сама по себе проблемная. Ну, и такую тональную основу я, к моему великому сожалению, носить не могу, поэтому уже точно знаю, что это никогда не закажу. И вторая тональная основа, от которой я была вообще в диком восторге, просто как в свое время была в восторге от тональной основы из серии Megapolis, это Everlasting, это сейчас новая тональная основа, здесь написано, что она держит 10 часов. Я сегодня делала с ней макияж, мне нравится, как кожа с ней выглядит, какая она на ощупь, нет вот этой никакой липкости, она такая очень-очень нежная, мягкая, очень мне понравилась, и поэтому всегда буду покупать. Я думаю, что эта тональная основа даже войдет в какие-то, наверное, в мои must-have, потому что очень-очень она мне понравилась. У меня это, опять же, самый светлый оттенок, фарфоровый. Вот так она выглядит, прям такое очень-очень легкое. Безумно мне понравилась, как я уже, не знаю, просто ода, наверное, ей готова петь. Очень-очень-очень классно, поэтому, если вы хотели, но не решались заказать, мой совет попробуйте, потому что, я думаю, она подойдет к любому типу кожи, нужно просто выбрать свой оттенок. Так что, да. Я надеюсь, девочки, это видео было для вас полезным. Если у вас есть какие-то вопросы по тональной основе, какой-либо, либо пудры, может быть, румяна, то обязательно задавайте. Я надеюсь, да, как я уже сказала, или уже не сказала, что видео было для вас полезным. И увидимся в следующем видео. Пока!